Это настоящий Титаник на дне океана, снятый нами на 35-мм пленку в 1995 году, когда мы съездили туда в ранний период съемок фильма. Я часто шутил за эти годы, что снял этот фильм только ради возможности вернуть к Титанику. Я уже много лет ныряю на затонувшие корабли на малых глубинах. Обожаю затонувшие корабли, их романтичность и таинственность. Мне нравится, что каждый затонувший корабль – это история людей. Корабли не попадают на дно океана умышленно, они там, потому что случилось что-то очень плохое. На этих кораблях были люди, они не управлялись автоматически. История этих людей, будь то столкновение с подводной лодкой военное время, или столкновение роскошного лайнера с айсбергом – это захватывающие истории. Поэтому я всегда любил корабли крушения, а Титаник – это крупное крушение. Поэтому я пошел в студию 20-й век Фокс, у меня были с ними хорошие отношения, я сделал для них пару фильмов. И я сказал – для съемок фильма давайте устроим настоящую экспедицию на Титаник. Они подумали, что я спятил. Потом я обосновал. Обоснование было таким – для этих сцен нам придется снимать миниатюры. Миниатюры обойдутся нам дороже, чем если мы съездим туда и снимем это сами. Мы могли бы воспользоваться русской подлодкой. Маркетинговая ценность съемок реального корабля на дне океана будет огромной. Это заменит миллионных затрат на рекламу фильма. Так что это смелые кадры. Мы отправились туда с миссией. И миссия была снять фильм на глубине в 4 километра в Атлантическом океане. Так что, во-первых, нам потребовалась камера. Я поговорил с моим братом Майком о технических проблемах съемок на такой глубине. Никто еще не снимал кинокамеры на такой глубине, разве что выставляя ее в иллюминатор гидростата. Нам хотелось, чтобы камера была вне подлодки, чтобы паналонировать картинку, наклонять ее и вообще снимать кино. Для этого надо было построить механизм для дистанционного управления камерой из подлодки. Надо было сконструировать корпус для камеры. Надо было построить 35-миллиметровую камеру, которая поместилась бы в этот корпус. Мы отправились в экспедицию, ныряли к Титанику 10-11 раз из 12 спусков, сделанных во время этой экспедиции. Мы снимали по 12 минут материала в каждый спуск. В общем, мы там находились 10-14 часов. Слава Эл Кидингс, мой подводный пилотер в фильме «Безда». Он представил меня Роберту Балларду и как бы устроил встречу с людьми, связанными с Титаниками, в том числе с русскими. Это Snoop Dogg, построенный нами аппарат с дистанционным управлением. Скотт Малард и Western Space & Marine построили его для нас. Это настоящий действующий робот. Он действительно работал на глубине в 3600 метров под немыслимым давлением воды в 350 кг на квадратный сантиметр. Эта штука работала, и нам не следовало. Я поставил себе ограничение, что я не буду засылать Snoop Dogg внутрь обломков корабля. Мы сейчас находимся у трапа полу БД по левому борту. Я обещал себе, что не войду внутрь. Но, конечно, я не смог сдержать свой энтузиазм, когда мы увидели, как работает этот аппарат. По сравнению с сегодняшними машинами, это неуклюжая и тяжелая огромная болванка на веревке. Но это было 10 лет назад, тогда это было последнее слово техники. Вот мы и пересекаем шлюпочный колодец в носовой части корабля. Титаник, он такой огромный, что увидеть весь корабль сразу непросто. Даже галогеновые лампы в 1200 ватт его полностью не освещают, только по частям. Это ограждение палубы БД по правому борту носовой части. Именно здесь у нас стояла Роуз в одном из кадров, которые не вошли в фильм. Это один из первых случаев, когда наш телеуправляемый модуль проник внутрь судна. И мы были зачарованно увидели. Здесь мы пилотируем Snoop Dogg по направлению ко мне вдоль прогулочной палубы БД. Он подходит к двери, через которую не может пройти. Как будто смотришь в окно. Так таинственно, что там за этим окном. Узнать невозможно. Конечно, во время экспедиции в 2001 году мы заглянули за это окно, и теперь мы знаем, что там. Это Джефф Леда. Он пилотировал телеуправляемый модуль. А вот еще один. Это, кажется, наше последнее погружение. Мы посылаем телеуправляемый модуль к парадной лестнице. Парадная лестница – это большой открытый колодец, который спускается через пять палуб вниз внутрь корабля. Вот он спускается. Это просто переборка, покрытая наростом ржавчины. А вот прекрасный вид на парадную лестницу. Ниже и ниже палуба А, палуба Б, палуба С, палуба Д и вниз до самого ресторана. До сих пор мы не делали ничего экстраординарного. Роберт Баллард в 1986 году, когда он спустился туда первым из людей, тогда парадная лестница выглядела так. Когда он спустился туда, то прихватил с собой телеуправляемый модуль, называемый Джейсон Джиньор. Он спустился по парадной лестнице, но они спускались по самому центру. Не думаю, что они посмотрели вниз и заметили все это на дне. Именно тогда мы поняли, что в действительности большая часть Титаника еще сохранилась. И, конечно, мы спускаемся туда. Это вид на палубу уровня А. Виден небольшой фрагмент люстры. Насколько мы знаем, во время спуска в 2001 году, мы нашли эти люстры в том же состоянии, в каком они были в 1995 году. Вот телеуправляемый модуль спускается еще на уровень. Он спускается с палубы А на палубу Б. Через минуту он примчится сюда на уровень палубы Б. Вот это для нас новая, неизведанная территория. Никто такого раньше не делал. Этот кадр, кажется, попал в фильм. Вот мы на палубе Б, движемся в направлении кормы. Для меня это все до смешного, волнующего. Работать с телеуправляемым модульом внутри Титаника, это было просто здорово. А здесь мы смотрим в обратном направлении. Видна одна из люстр, которая заросла глубоководными организмами, которые сидят там себе и фильтруют еду из течения. Мы направляемся к карме, видно дымоход котла. Все это очень захватывающе для нас. Мне не полагалось забираться внутрь Титаника на аппарате с камерой и проводить исследования, но мы не смогли устоять. В конце мы проходим через дверь, которую там видно сзади, и попадаем в эту каюту. Это была одна из самых роскошных кают на корабле. Теперь она ни на что не похожа. Деревянные стены сгнили, и вся проводка, которая внутри стен, свисает. Эта дверь ведет наружу, на частную прогулочную палубу. Мы не могли завести туда сноб, он не проходил в дверь. А здесь видно, как подлодка Мир маневрирует снаружи обломков корабля. В те дни нам казалось, что провести такой координированный маневр это очень круто. Конечно, в 2001 году мы делали такое постоянно, но здесь мы пока нащупываем почву под ногами. Это большая находка. Это топка камина в этой каюте первого класса. А этот краб – вида галатея, ползущий по каминной плите. Мне очень нравится это сопоставление. Вот вы видите прекрасно сохранившийся канделябр с оформлением в виде ленты, бронзовой ленты. А вот как канделябр и камин выглядели раньше. Это фотография этой самой комнаты. Мы очень взволнованы, чувствуем себя настоящими исследователями океана. Мы привезли этот материал и показали студии Fox, когда оставалось еще больше года до начала съемок фильма с декорациями и актерами. Но я уже знал, что берусь за него. К тому времени я уже ввязался снимать этот фильм. Фокс потратил пару миллионов на эту экспедицию и на то, чтобы получить этот материал. У меня уже был написан план. Предстояло написать сценарий. Но я им сказал, эта экспедиция обяжет меня снять этот фильм. В каком-то смысле я продал им идею, сказав, что я либо сниму фильм, либо возмещу затраты. Это была одна из причин их согласия. Меня к тому же поразил вирус океанических исследований. Само собой, как только фильм был снят, я начал планировать следующую экспедицию. На подготовку к ней ушло пара лет. Фильм был снят, потом был сезон «Наград». Все это закончилось к весне 1998. К лету 2001 мы построили новое поколение роботов и снова отправились туда. И исследовали недра затонувшего корабля. Вот мы спускаемся на палубу Дэ. Мы снова работаем с этим большим неуплюжим роботом Snoop Dogg. Вот мы спускаемся на палубу Дэ. Это приемная палуба Дэ. Мы ее основательно изучили в 2001 году. Но в 95-м здесь никто не бывал, с тех пор, как корабль затонул в 1912 году. Мы были рады, что деревянные части сохранились. Это был декоративный столб из резного дуба. Стержень стальной, а покрытие из резного дуба. И мы так обрадовались. Можно даже различить, где в глубине резьбы кое-где сохранилась краска. Краска белая, потому что вся эта комната была выкрашена в белое. Мы сказали, надо же, Титаник все еще тут. Просто он скрыт от любопытных глаз, которые бывали тут раньше. Если пробраться поглубже, представьте, что там можно найти. И мы направили нашего робота, который на такое не был рассчитан. Все глубже и глубже внутрь корабля. И мы мельком увидели дверь в вестибюле по правому борту. В двери бронзовая декоративная вставка. Видно ручку и все такое. Это и есть настоящий корабль. Мы включили несколько кадров из материала, отснятого этим аппаратом в фильм. Мы совместили его с кадрами, отснятыми в водоеме в Эскандидо, неподалеку от Сан-Диего. Вот так эти двери выглядели в свое время. А вот материал, снятый нами при помощи Snoop Dogg, на глубине пяти уровней в недрах корабля. Мы чувствовали, что делаем нечто удивительное. Потому что предыдущая экспедиция показала, что внутри корабля не уцелело никаких деревянных частей. И мы знали, что это, глядываясь в темноту и ломая голову, что там за ней, что там внизу. Именно это и заставило меня вернуться и исследовать это при помощи новой техники. И, конечно, это задало тон, превосходство остальному фильму. Сам фильм, декорации, костюмы и все прочее должно было соответствовать уровню, который мы задали, спустившись на дно и засняв настоящий корабль. Возможно, это повлияло и на бюджет. Может, то, что мы... Мне не надо было всем говорить каждый день, надо дотянуться до уже достигнутого уровня. Они сами чувствовали себя обязанными делать свою работу как можно лучше. И иногда, когда люди стараются сделать лучшее, это отходится дороже. Неизвестно, в какой степени фильм обязан этому своим высоким качествам. Нужно ли было это делать? Это неизвестно. Может, где-то существует параллельная вселенная, где, не ныряя на Титаник, можно снять о нем фильм и сказать, что тот фильм был бы ничем не хуже. Если честно, не думаю, потому что мое отношение к фильму было бы не таким пылким. В каком-то смысле мне казалось, что это мой долг перед Титаником. И знаю, что это звучит странно, но когда попадаешь в такое место, где случилась великая трагедия, где умерли люди, и следуешь его, это становится частью твоей жизни, и ты привязываешься к этой истории, ты чувствуешь связь с этой трагедией. В результате мне стало казаться, что мне дало поручение как режиссеру как можно лучше рассказать эту историю. Многое из того, что мы засняли, представляло исторический интерес, и не было, скажем так, частью повести о Джеке и Роузе. Я снимал все это потому, что хотел рассказать историю Титаника. Я должен был рассказать историю других людей, бывших на Морту. Многие вырезанные сцены, особенно в этом специальном издании, существовали благодаря нашей поездке к останкам корабля. По-видимому, мы заразились идеей, что нам поручено рассказать эту историю и сделать это как можно лучше. Так что поездка к затонувшему кораблю могла иметь прямое отношение к успеху в фильме, или к тому, как его приняли. Не знаю, мне трудно разобраться. Для меня это было частью процесса работы над этим фильмом. В этом кадре мы видим, это кадр, в котором наш кабель был на пределе. Мы не могли идти дальше, но мы смотрели на этот коридор, на этот черный коридор. Мне хотелось знать, что там дальше по коридору. Я знал, что он идет вдоль ПАУБД. Я знал, что он ведет к ряду кают первого класса. Мне очень хотелось увидеть, что там дальше по коридору. И именно этот кадр заставил меня вернуться, и мы вернулись в 2001 году. И мы прошли вдоль коридора и увидели удивительные вещи. Так вот и бывает. То, что лежит за самым краем круга света от твоего фонаря, зовет тебя. Вот этот темный коридор в центре, он не похож на коридор, скорее на темное пятно. Но я знал, что это коридор, потому что я видел чештежи палуб. И мы имели представление, где находимся. Иногда за наплывами ржавчины прокладывает элегантность. На первый взгляд, это похоже на грот. На подводную пещеру. А здесь вы видите большой кусок ржавчины на крыше автомобиля. Вот что это такое. Машина придавлена к полу большим куском ржавчины. А это пример того, как не надо управлять телеуправляемым модулем. Мы умудрились обернуть капель вокруг столба. Выбраться оттуда было довольно сложно. Но мы достали, мы вызвали снопку. Мы вернули его на подлодку, потом на корабль. И потом еще не раз использовали его для подводных съемок, когда мы снимали собственный фильм. Здесь видно, как мы извлекаем снопдог. Нам пришлось вытянуть его кабель из останков корабля. Он за что-то зацепился, и нам пришлось его вытянуть манипулятором подлодки. Делать такое не рекомендуется, но все обошлось. Покидая Титаник, мы сумели затрать все наше оборудование с собой. Перевод Марьям Оганжанян. Текст читал Анатолий Питаян. Озвучено студией Zara Records специально для историко-исследовательского сообщества Титаник. Продолжение следует... Продолжение следует...